привет всем вы на канале позитивный огород у нас новосибирской области наконец-то потеплело и потихонечку весна начинает к нам приходить и уже ближе к середине апреля можно приступать к посеву семян капусты на рассаду сеем капусту на рассаду в теплице из года в год и всегда рассада получится очень крепкая и хорошая а затем уже в середине мая или же ближе к концу мая высаживаем ее в открытый грунт хочу сделать такой небольшой обзор семян капусты конечно же самая первая капуста который начинает нас радовать это капуста белка чанная такая вот ранняя это у нас например старта в этом году приобрели вот именно этот гибрид он у нас устойчив к растрескиванию так как ранняя капуста она не всегда получается ее всю переработать так скажем и например июньская капуста она все-таки склонна к растрескиванию но в принципе тоже она очень хорошая вот около двух килограммов даже бывают кочаны и при посеве в середине апреля соответственно у нас уже концу июня будет очень вкусная такая вот капуста июньская можете сеять но если вам конечно не всю капусту удастся переработать тогда вот именно такие вот гибриды которые нас устойчивы к растрескиванию очень хорошие то что бывает пройдут дожди и соответственно летом капуста начинает большие кочаны они растрескиваются но так вот и июньская очень хорошая вот такая вот например в этом году посеем капусту старта она у нас супер ранее 45-50 дней после высадки 45-дневной рассады и у нас уже будет очень такой хороший урожай ну конечно мы не дожидаемся когда у нас вот такие вот кочаны большие уже созреют принципе уже середине даже июня бывает срываем самые первые кочаны и можно приготовить какой-то салатик или же добавить в суп прошлом году сеяли также вот такую вот капусту белокочанную салоха но вообще она такая не схожая всего одна семечка взошла поэтому эту капусту не порекомендую это стопроцентно ну может быть конечно нам такая попалась но совсем не схожая хотя семена в принципе до 12 2020 в прошлом году не взошли к сожалению также конечно же 7 и капусту позднюю на нее наверное особая ставка у нас происходит из года в год также сеем капусту белокочанную московскую позднюю очень хороший урожай вам гарантирован кочанов не массы 3 и 5 4 5 килограммов очень вкусная капуста пригодна она не для длительного хранения то есть в основном она у нас идет на квашение но так очень хорошая капуста именно московская позднее прошлом году сеяли также капусту вот такой вот три бактерия остались очень даже довольны она у нас пригодна и для квашения и также и для хранения кочан очень крупный массой 10-15 килограммов но где-то кочаны были массой около 8 килограммов конечно такие прям 10-15 не вырастал но 8 килограммов были кочаны очень крупные а единственные не сверх плотные то есть ну больше она все-таки тоже для квашения для хранения именно капуста очень хорошая такая вот капуста колобок прекрасно хранится на и даже сейчас вот достаем кочаны у нас они хранятся в нашем чернике где у нас пчелы содержится там температура где-то 0 плюс 1 плюс 2 и вот такие вот кочанчики очень они плотные такие массы до 4 килограммов очень вкусная капуста то есть даже сейчас достаем и салаты можно добавить можно какой-то суп сварить очень вкусная капуста поэтому капуста именно белокочанный колобок всем рекомендую для хранения она просто замечательно подходит также в прошлом году сеяли вот такой вот капусту конкистадор это у нас поздняя капуста масса у нее до 5 килограммов кочаны очень и такие плотные вот именно вот это капуста плотная кочан и он у нас такой как бы изумрудно изумрудный так у кочан очень красивый тоже в принципе и очень урожайная в принципе хорошую такого гибрид можно приобрести и посеять но их вот именно от гавриш очень много таких капусты различных поэтому можно выбрать и раз уж мы разговариваем про капусту конечно же стоит упомянуть и вот такую капусту это у нас мизона красная это листовая капуста то есть это не качанная можем ее посеять в теплице в принципе с 5 апреля можно смело начинать посев этой капусты она носа выдерживает небольшие заморозки в теплице соответственно заморозки они такие сильные все таки вот так как теплица закрытая такая там пространство очень хорошо она всходит и зелень вот это вот капустная она очень вкусная не представлять какая она замечательная на вкус салаты вот эти весенние витамины это просто ни с чем их не сравнить потому что сеяли вот эту капусту летом когда уже был июнь месяц и соответственно все вот эти капустные блохи они прибежали и всю ее просто съели поэтому такая какая зелень у нас был появляется в теплице и и просто ни с чем не сравнить очень сочная вкусная комплекс там прям целый витаминов здесь у нас и витамин c и b1 b2 pp соли кальция калия фосфора железо просто супер витаминная такая капуста и очень очень вкусная поэтому обязательно попробуйте именно вот красная потому что зеленая она немножко отличается но принципе зеленая тоже очень даже неплохая вот такая вот капуста также хотелось бы рассказать и про капусту кальраби прошлом году и в первый раз сеяли и многие говорили что вот эту капусту ее нельзя сеять на рассаду и и лучше сеять прям сразу в грунт что она у нас плохо переносит пересадку но все это такая ну как бы немножко привирают те люди которые так говорят капуста очень хорошо кстати перенесла пересадку и сформировала очень хорошего такой вот как называется он стеблеплод наверное стеблеплод очень вкусный сочный для салатов кто-то ее запекает кто-то делать такие как бы зажаривает и на сковороде то есть в принципе замечательная капуста и все она переносит поэтому некоторые особенно популярные каналы они любят немножко при врате нам так рассказать какую-то небольшую такую неправду поэтому переносит пересадку можно сеять смело на рассаду также в теплице и у нас получится ранний урожай этот капусты кальраби очень сочный некоторые прям как зайцы хрубостят этой капусты очень нравится поэтому можно попробовать потому что как не попробовать конечно же каждый год 7 капусту брокколи на рассаду все вообще капусту 7 в один срок а единственное соответственно брокколи можно посеять и так скажем сперва посеять например небольшое количество семян и потом через не 7 еще раз посеять чтобы у нас было такое постепенное созревание урожая капусты брокколи бывает например венера она у нас формирует только вот это центральный качан и затем боковых никаких побегов у нас не будет то есть дополнительно урожая нас не будет капуста брокколи например гно она формирует сперва центральный качан который мы срезаем и затем у нас формируется еще боковые такие побеги они Небольшие по массе, конечно, вот эти качанчики дополнительные, но, в принципе, тоже очень даже неплохие. И капуста, вот эта Венера, и капуста Гном очень хорошие. В два он получает сорт и гибрид. Масса вот Гном 400-500 граммов, а Венера у нас массой 350-600 граммов. Очень плотные вот такие вот головки созревают и очень вкусные. Поэтому, в принципе, замечательные и сорт, и гибрид. Ну и, конечно же, сеем капусту вот такую вот цветную. Это у нас такие вот тоже из сорта и гибриды. Самые первые начали сеять вот такую вот замечательную капуста, сугроб. Масса до 1 килограмма 200 граммов, очень плотная вот такая вот качанная головка вот этой капусты. Такая белоснежная, очень вкусная. Можно приготовить из капусты такой, соответственно, запеканку. Можно пожарить ее в кляре, можно, соответственно, заморозить и, соответственно, зимой уже что-то с нее готовить. А можно добавить какой-то летний суп. Поэтому очень большое такое, большое разнообразие именно вариаций ее приготовления. В прошлом году сеяли вот такую вот капусту белая головушка. Не порекомендую ее к выращиванию, так как вот таких вот красивых качанов было всего несколько штук. Остальные почему-то сразу пошли в цвет. То есть не сформировался плотный качан и уже пошел какие-то в цветение пошла капуста. Наверное, может какая-то пересортица попалась. И в этом году вот приобрели такую вот капусту снегурочка. Она у нас ранняя и очень крупная. Масса до 2 и 3 килограммов. Очень интересно. Такие прям огромные должны быть вырасти головки. Ну, посмотрим, что у нас получится вырастить. Потому что капуста вот эта, ее также все-таки стоит сеять не все разом, а в такие вот небольшие сроки. То есть посеяли сперва, например. Ну, вот первый посев через недельку, можно второй сделать и через еще недельку, третий. Тогда у нас не будет вот именно разом вся капуста поспевать. Она будет так постепенно отдавать свой урожай. Поэтому такая вот капуста, некоторые особенно известные, некоторые, может быть, какие-то новинки появляются. И всегда можно найти что-то, повыбирать и посеять. Поэтому с середины апреля смело можно высевать капусту на рассаду в теплице. И у вас будет просто замечательная вот такая вот крепкая рассада. Высадите и обязательно получите отличный урожай. Ну, а всем тем, кому это данное видео было полезным, понравилось, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всего вам самого-самого наилучшего.